добрый день дорогие друзья хочу вам показать заболевание мучнистой росой вот видите такой как бы как восковой налет на листьях это у нас лилейник полисальники и вот этот восковой налет и есть эта самая мучнистая роса это грибы самому лилейнику для цветения конечно это не очень хорошо но растение не погибнет конечно а вот остальные растения могут существенно пострадать рядом хризантема там лилия вот расцвела у меня маки будут цвести аквилегия ромашка это у меня эхинацея лекарственная вот поэтому надо предотвратить расползание вот этой неприятности по всему полисаднику и так что мы сделаем для начала нужно проредить вот это место чтобы было хорошее проветривание то есть часть хризантем выкорчуем и скорее всего может быть часть лилейника тоже придется выкорчевать но они не пострадают отправиться на ту сторону дома там сейчас притяненность хорошая и они там укореняться это не страшно так а после того как мы проведем прореживание вот я приготовила раствор фитоспорина полутора литровой емкости поскольку 30 грамм вся пачка фитоспорина рассчитана на 10 литров воды то есть это вот на ведро то полтора литра это три грамма примерно 1 чайная ложка порошка вот после того как проредим обработаем ну что ж а пока за работу я вам покажу как это будет выглядеть в конечном итоге так вот что у нас получилось лилейник хризантемы все прорежено между ними есть просвет теперь все будет проветриваться вот как это выглядит изнутри видите корешкам свободно есть где дышать ну осенью можно будет повторить эту операцию и оставить уже еще меньше растений тогда уже точно и тут я вижу что стебли у нас тоже нуждаются в опрыскивании фитоспорином вот а верхушки верхушки посмотрите поражены вот такой вот гусеницы которая выделяет свой секрет похожий на слюни и вот это мы посыпем табазолом это желательно бы убрать или пересыпать табазолом пораженное растение убрать вот верхушка по идее она должна будет цвести эти поэтому если будете прореживать то в первую очередь вот те растения на которых имеются такие вот а можно просто пролить водой хорошенько излейки а потом посыпать табазолом я лично пользуюсь а вы может быть каким то еще винтовиром можно фитовермом от болезней сейчас можно сделать профилактику вообще всем растениям у нас получился посадочный материал забираем все идем за дом а там разберемся что куда отсортируем растения перспективные и те которые уже можно выбросить удалить распрощаться как вам удобнее смотрите ромашка тоже страдает вот от этого от этой гусеницы которые выделяют этот секрет срочно срочно-срочно табазол то это спорим не является ядовитым веществом принципе поэтому в присадники не использую что-то мне немножко под засорились надо почистить промыть ну вот друзья мои мы за домом и это все разрастающийся полисадник зеленой зоны где будет расти не только пырей но и вот как видите с той стороны то что оказалось загущенным теперь я вспахала полоску и посадила это лилейник это хризантема и сентябрина так что вот так вот в общей картинке этого года вполне вполне себе вписываются еще месяц июнь начало все успеет прирасти и даже возможно и зацветет у нас еще холодно где-то плюс 17-18 градусов ну 20 днем а ночью и того меньше так что вот здесь я пырей наложила на траву вот эта зона будет угнетаться от сорняков поскольку здесь сверху будет засушенный пырей ну так потихоньку-потихоньку можно будет копать дальше потому что есть еще кустарники которые надо будет отсадить осенью для них тоже нужно определенное место а вот посмотрите хочу вам показать прижилась можно сказать уже это росточек жасмина на фоне хризантем ну там дальше разберемся ну жасмин здесь точно будет это отводок его веточки почему-то был с корешками поэтому я немножко здесь закладывала камнями это место чтобы приживались корешки так вот тут зашла космеи ноготки прижились из моего дома розмарин тимьян богородская травка вот она и шамфу я думаю немножко прибаливает но все уже в принципе растет и вот вишенка которые мне дали все приживается ребята да так же пожелает наши мандаринчики вот они сидят земля влажная достаточно так секунду сейчас покажу поближе вот они их треугольные листики ну как говорится это было вчера или позавчера все растет а вот их главный поводырь он впереди всех смотрит на юг так что все будем ждать когда приживется и фиалочки высажены видите я думаю они не собираются погибать ну наверно будут немножко прибаливать куда же без этого акклиматизация ну вот а впереди фронт работ можете посмотреть какой это все трава трава лопухи лопухи и вон там вдалеке растут желтые линисы это уже горный участок так что можно пахать не знаю на несколько сезонов ну ничего было бы что сажать а там разберемся а и 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